Апрель 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 Подходит время подготовки семян картофеля. Наилучшие условия хранения в хранилище семян до температуры плюс 5, плюс 2 градуса. Понижение температуры меньше, чем плюс 2 градуса может вызывать подмерзание и плохую схожесть картофеля. Есть и другая проблема. Весной подымается температура и ростки на клубнях уже стараются прорасти. В домашних условиях израстания клубней хозяева очень часто отрывают ростки. Но это очень нежелательно, потому что количество ростков, прорастающих из каждого глазка, оно ограничено. И удаляя проросшие ростки, мы ограничиваем в будущем и урожайность таких клубней. Рекомендуется, если у вас картофель изрос, длинные ростки укладывать в посадочное место, не обламывая. Очень хорошо, если вы заметили израстание клубней преждевременное, это световое проращивание. Световое проращивание картофеля позволяет намного ускорить получение самой ранней продукции, потому что все физиологические процессы уже происходят. И в отличие от картофеля, который не проращивался, пророщенный клубень будет иметь забег в 2-3 недели. Конечно, проращивание световое очень трудоемкий прием, но не требуются сильные лучи и не стоит занимать под такие клубни самые светлые подоконники. Хотя стоит раскладывать такие клубни в 1-2 слоя на рассеянном свету, и этого будет достаточно, чтобы ростки не вытягивались. Лучше всего проращивать картофель в невысоких ящичках, выкладывая их в 1-2 слоя. И в дальнейшем эти ящички использовать сразу для транспортировки до места посадки. Желательно не пересыпать лишний раз, потому что ростки очень хрупкие и могут легко отламываться. Если вы сможете сохранить такой клубень с ростками до момента высадки и посадить его в максимально ранние сроки, вы сможете получать урожай уже в июне. Если вам необходимо получить как можно больший коэффициент размножения с одного растения, допускается резка клубня. Но приступать к этой операции необходимо как можно заранее. При этом наиболее высокой скоростью прорастания отличаются ростки с вершинной части и намного меньше ростки с нижней части. Если нам необходимо размножить клубень, мы должны взять его до пробуждения глазков и поделить его на части. Каждая часть должна быть не меньше 20-30 грамм, и тогда глазки на каждой части будут просыпаться равномерно. Если вы прибегли к резке клубней, после резки каждого отдельного клубня необходимо дезинфицировать инструмент. После резки клубень должен полежать 3-5 дней на рассеянном свету при комнатной температуре. В местах среза образуется раневая передерма, и уже такие клубни при посадке не будут подгнивать и будут точно так же сохраняться, как и клубень, который не подлежал делению. Хлопотность светового проращивания клубней с лихвой окупается самой ранней продукцией картофеля. Если картофель только-только показал зеленые глазки, то рассада на подоконниках уже давно стоит с зеленой стеной. Сегодня мы продолжим разговор о том, из чего состоит грунт для качественной рассады. О том, для чего необходимы различные составляющие грунта, нам сегодня расскажет агроном Сергей Слепнев. Качественный почечный грунт состоит из множества компонентов. В прошлый раз мы поговорили о различных видах торфов, а сегодня мы поговорим о вермикулите и перлите. Оба материала на 100% природного происхождения. Сырьем для производства перлита служит минерал группы кварца, а сырьем для производства вермикулита служат слюдные минералы. После термической обработки, примерно в 1000 градусов, сырье вспучивается, увеличивается в объеме и приобретает пористую емкую структуру. В результате получается продукт с ценными свойствами. Во-первых, стерильность, отсутствие каких-либо патогенных микроорганизмов. Второе, влагоемкость. Перлит и вермикулит способны удерживать воду в 4-5 раз больше собственного веса. Перлит и вермикулит являются хорошими разрыхлителями, создают хороший водно-воздушный режим для корневой системы растений. Предохраняют почный субстрат от пересыхания, слеживания, закисания, постепенно отдавая воду. Также перлит и вермикулит вместе с водой удерживают растворенные в ней удобрения, что делает подкормки растений более эффективными, более пролонгированными. Кислотность перлита вермикулита близка к нейтральной, что косвенно способствует раскислению почных субстратов. Также вермикулит и перлит могут быть использованы в чистом виде как субстрат. Для окоренения зеленых и одревесневших черенков, для выгонки семян. Вермикулит и перлит можно применять как мульчирующий материал и как дренажный материал. Перлит и вермикулит – отличный субстрат для хранения луковиц, корневищ и клубней растений в зимний период, предотвращающий развитие грибных и бактериальных инфекций. Также вермикулит и перлит являются отличным субстратом для стратификации семян. Использование перлита и вермикулита позволяет создать влагоемкий, воздухопроницаемый почный субстрат, что способствует развитию отличной корневой системы, а значит и растения в целом. Семена и саженцы от компании «Сады России» – новейшие сорта и шедевры мировой селекции в подлиннике. «Сады России» для тех, кто знает толк в садоводстве. «Сады России» – 8-800-555-22-22. Звонки по России бесплатно. В апреле в саду уже хорошо. Но до первой зелени, а уж тем более до урожая, еще придется подождать. А вот сады под крышей цветут и плодоносят круглый год. Вернемся к разговору о создании домашнего лимонария и послушаем советы специалиста, с чего начать. Чтобы дома вырастить лимон благополучно, я бы хотела остановиться на основных каких-то принципах. Значит, первое, нужно отнестись к этому очень правильно и желательно взять все-таки черенкованное растение. Я подчеркну, почему черенкованное – это, например, как у нас. Не потому, что это наше растение. Потому что очень часто летом привозят растения с Махачкалы, где-то с юга, которые привиты на специальное растение трифолиата. То есть это, будем говорить, как бы дикая основа, которая имеет свойство быть листопадным. И поэтому такое деревце, которое вы сажаете дома, люди потом приезжают и жалуются. Говорят, я купил, привез, а у меня он осыпался, я его выбросил. То есть у вас будет постоянно наблюдаться листопад. Мы выращиваем саженцы лимона. То есть как это делается, можно вот увидеть наглядно. То есть берется плодоносящая ветка материнского, с материнского дерева, делается обрезка, выбирается какая-то ее здоровая часть. Она высаживается в грунт специальный, то есть вместе с торфом добавлена обыкновенная земля. И мы ждем прорастания. Начинают прорастать новые веточки. Методом подергивания определяем, что образовалась корневая система. В это время мы начинаем из питомника высаживать уже в отдельные емкости, в отдельные горшочки такие растения. Вот этому растению уже полгода. Мы посадили его в июле месяце, может быть, в августе примерно. То есть вот шла вот такая работа. И сейчас вы видите, за прошлый период он вырос вот таким образом. Мы его прищепнули, то есть сформировали у него стволик своеобразный. Это все вместе затянется и срастется. На это можете внимания не обращать. А теперь наступила весна, и с приходом солнечных лучей растение хочет жить, расти и плодоносить. У него появляются новые ветки. Мы видим, вот они молоденькие, их уже четыре. То есть дерево начало куститься. Это сорт юбилейный, он замечательный. Можно, например, увидеть, что такой же саженец сейчас в цветении. Посмотрите, у него цветы появляются. Вот они, бутоны. И здесь их очень много. Но я сразу хочу сказать, все радуются цветам. Тем не менее, нужно быть немножечко жестоким и обязательно их обламывать, потому что растение не готово быть мамой, давать урожай. Ему еще рано. Поэтому я жестоко их обрываю, все это выкидываю, выбрасываю. И этот саженец у меня будет пытаться снова или зацвести, или же он выбросит вот такие побеги. Желательно формировать растения до двух лет. Но мы это объясняем буквально. Конечно, если правильно объяснять, то нужно говорить о нулевом побеге. То есть первый стволик – это нулевой. Пошел первый прирост – это номер один. Вот это веточки все – это номер два. Потом от них пойдут номер три. И номер четыре – это считаются здоровые ветки, которые способны быть в плодоношении. Вот это правильно. Но примерно это происходит в течение двух лет. Поэтому этим летом мы еще все цветы будем убирать и формировать деревце. А уже в следующую весну мы ему позволим вступить в плодоношение. Саженцы можно купить абсолютно сразу, как только у него даже только начинают просыпаться вот такусенькие маленькие почки. Они у вас дома поднимутся и вытянутся. Вытягиваются они очень быстро. За недельку эти веточки будут вот почти и такими же. То есть достаточно быстро. Выращивать лимон нужно обязательно, как я сказала, не менее двух лет. То есть нужно сформировать деревце, где будет достаточное количество иметься листочков, которые смогут дать силу вашим плодам, которые образуются уже на второй год. Надо помнить об основном принципе, что один плод лимона кормит от 10 до 15 листьев. Если вы на таком саженце позволите завязаться одному плоду, ну, посчитайте, сколько здесь листочков. Они, конечно, все просто зачахнут, осыпятся, плод останется недозрелым, в конце концов тоже упадет и дерево будет усыхать. Важным условием выращивания лимона благополучного дома или успешного является, конечно, тот грунт, в котором он находится. Грунт лимона может быть разным, но в любом случае помните просто об основных правилах. Он должен быть и воздухопроницаемым, и влагопроницаемым, и питательным. Я бы сказала, что дома лимон выращивать абсолютно несложно. Вырастить его легко, нужно знать основные моменты. Не любит палящее солнце абсолютно, это всегда первое номер один правило. Второе, нельзя его заливать, лимон дышит воздухом, это тоже нужно помнить. То есть он должен и подсохнуть немножечко, и потом опять палиться, вы должны увидеть эту водичку. И третье правило, лимон нужно обязательно кормить, потому что это вечно работающее растение. Лимон советуем выращивать в квартире, потому что это растение, которое является фитонцидным растением. Имея дома в одной комнате один горшочек цитрусового, вы просто стерилизуете свой воздух, это полезно. Это так же, как проветривание комнаты при помощи форточки, например. Но самое-то главное, человек получает благоухающий аромат. Когда появляются плоды в квартире, ну это вообще праздник, потому что и так долго его вынашивают, и в конце концов, вот он долгожданный, его можно положить на стол, а еще обычно берегут, чтобы угостить кого-то и перед кем-нибудь похвалиться, и это тоже праздник. Как всегда в начале месяца появляются новые выпуски садовых журналов. О том, что интересного нашла в садовой прессе апреля Светлана Налетова, она нам сейчас расскажет. Сегодня в рубрике «Садовые страницы» мы полистаем весенние каталоги и журналы в поисках достойных и надежных сортов, секретов выращивания растений и другой полезной информации. Начать предлагаю с изучения каталога «Весна-2015» от компании «Сады России». Сегодня в центре нашего внимания оказываются морковь, редис, а также яркие виолы. Многие садоводы в последние годы жалуются на то, что никак не могут подобрать достойный сорт моркови. Агрономы подсказывают, что разные гибриды могут по-разному вести себя на различных почвах, поэтому лучше не делать ставку на один сорт или гибрид, а посеять несколько, чтобы затем выбрать наилучший именно для вашего участка. Допустим, выбор можно сделать из «Чудо-гибридов моркови». Они отличаются высокой стабильной урожайностью, отличным вкусом плодов, безупречной лёжкостью. К данной группе относятся гибриды «Маэстро», «Сопрано», «Престо» или «Романс». Ну а гибриды «Редиса-чемпион» или «Молния» также доказывают, что могут быть причислены к серии «Чудо». «Молния» формирует дружный ранний урожай, кроме того гибрид устойчив к цветушности, а гибрид «Чемпион» ценится за нежный вкус корнеплодов. Другие его достоинства – высокая урожайность и скороспелость. Модные гибриды красавицы «Виолы» гофрированной, безусловно, притягивают восторженные взгляды. Это очень выразительные анютины глазки. Группы «Физи» или «Фризл-Сизл» поистине прекрасны. А вот такой каталог древесных растений для Урала и Сибири содержит информацию, полезную в первую очередь любителям декоративных растений. На мой взгляд, в каталоге очень удобна разбивка по видам и сортам. Кроме того, в каждом сорте дается детальное описание, и, что наиболее важно для владельцев северных садов, обязательно указывается зона зимостойкости. А сейчас предлагаю изучить содержание апрельского номера журнала «Сады России». Главная героиня номера – жимолость. Жимолость не новичок в наших садах, но садоводы постоянно находятся в поисках лучших сортов. Агроном Марина Заворницына в апрельском номере журнала «Сады России» дает характеристику тем сортам жимолости «Синий», которые отлично зарекомендовали себя в садах Южного Урала. Ленинградский «Великан» – сорт с очень крупными и сладкими ягодами. Подобными характеристиками обладает и сорт «Бокчарский великан». Не менее интересны сорта «Дочь великана» и «Югана». О размножении жимолости черенками рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Брыксин. Следуя схеме, предложенной автором публикации, садоводы сами смогут размножить у себя на участке полюбившийся сорт жимолости. Очень актуальные для весны советы по выбору овощной рассады дает на страницах «Садов России» агроном Полина Лебедева. Как должна выглядеть здоровая и крепкая рассада перца или баклажана? На что обращать внимание при покупке рассады томатов или корневого сельдерея? Ответы на эти вопросы мы находим на страницах апрельского номера журнала «Сады России». Ну что ж, на этом в рубрике «Садовые страницы» у меня все. Побольше читайте, чтобы подходить к вашим растениям со знанием дела. По прогнозам синоптиков, апрель в этом году будет значительно теплее прошлогоднего. Уже в конце первой декады на большей территории европейской части России установится температура в 15-20 градусов выше нуля, а на Урале и Западной Сибири даже до 18-24. А это значит, что совсем скоро в садах и парках появятся первоцветы. Я вам желаю только таких добрых, теплых и совсем скоро цветущих дней в апреле. Всего вам доброго. До свидания. Увидимся в следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok